Агростартап продолжает давать толчок начинающим фермерам. Так, два года назад Юрий Садюхин из Цельнинского района закупил косы, коров, а сегодня их молоко уходит на переработку, и натуральное масло, творог и сыр на столах ульяновцев на дегустации. Подробности у Марина Тимофеевой. 4,44. Это самая хорошая кислотность. Еще несколько часов при нужных температурах и натуральный творог готов. Обязательно надо нагреть его, чтобы немножко сыворотка отстоялась, потому что если она не отстоится, у нас не сойдет сывороткой, и будет уже творог жидкий, как творожная масса. И его сосовать очень трудно. Свою молочную формулу Юлия Садюхина рассчитывать начала задолго большого производства. Французские изыски камамбер, волонсы были домашними деликатесами. Сегодня в ее арсенале десятки разных сортов сыра. Теперь ассортимент сокровищницы пополнился творогом, кефиром, сливками и йогуртом. Удалось сертифицировать и особый продукт. Турах – это такой чувашский национальный напиток. Моя свекровь раньше варила такой вкусный напиток. Это как домашняя простокваша, только достаточно густая. И я решила, что вот этот кисломолочный напиток должен быть у нас тоже. Все молоко до превращения в сыр и даже творог проходит проверку на уровень жира и белка. От этих показателей зависит качество. А дальше дело техники и температурного режима. Например, здесь. Молочко мы это будем использовать для приготовления сыра качопи в прованских травах, для адыгейского сыра. Ну, если еще время у нас останется, мы еще что-то будем обязательно сварить. Спрос на фермерский камамбер и даже йогурт вырос, признается Юлия Садюхина. Все сырье с кооператива местное, поэтому и цену на всю молочку сдерживают. Натуральные деликаты спланируют появиться и на ульяновских прилавках. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.